Я думаю, что каких бы то ни было качественных перемен к лучшему, не стоит ожидать, о них следует вообще забыть, потому что мы только что повидали о праймере с единой Россией. Я подозреваю, что, конечно, может быть определенная и большая часть этих голосов была выдавлена и выдавлена из бедных безответных бюджетников, но тем не менее мы видим весьма и весьма значительные цифры. И поддержаны этими цифрами, ну скажем, назначены в проходные авторы самых диких, самых людоедских законов и инициатив. Понятно, что в Новой Думе новым цветом расцветет и Терешковый, и Яровая, и Хинштейн, и Боярский, вот те самые-самые матерые опричники мракобеса, подхалимы, которые уже изувечили эту бедную страну, ее конституцию, так что она не подлежит восстановлению. Но вот, к сожалению, Оля, к сожалению, я с тобой редко соглашаюсь, и я понимаю, что ты была права, когда отвечала мне недовольными, недовольными улыбками на мои разговоры о Москве, и видела мое отношение к Москве. Но вот, к сожалению, и Питер оказался тоже мифом, фигней. Я его придумал в невзоровских средах. Не существует никакого Питера. Его нет. Праймерис Единой России позволил выяснить, что Питер – это такой же совхоз, как и Москва. И абсолютно такое же совхозное мышление. Понимаешь, вот каким-то образом отметить и приветствовать абсолютно неизвестное лицо в этом праймерис было бы гораздо логичнее, потому что, если это какая-то закрытая шкатулочка, в которой неизвестно, кто прячется. Есть надежда, что в какой-то момент, как чертик, этот человек выскочит и пошлет всех нафиг. Но когда начинают идти десятки и сотни тысяч голосов за таких отпетых и совершенно явственных мракобесов, например, как Боярские, понятно, что это человек, которому мы обязаны, там, просто откровенно ему рядом репрессивных законов, в частности, касающихся интернетов. Но по поводу очень высокого градуса поддержки Макарова, там, скорее всего, другое. Председатель ЗАГС, я думаю, его просто хотят спровадить куда подальше. Хоть в Государственную Думу, потому что настолько надоевшего персонажа больше нет. Вам не кажется, что вы как-то очень серьезно относитесь к этой игрушке «Единой России», которой они, конечно, страшно гордятся и говорят, мы единственные, кто проводит праймерис, потому что мы храбрые. Но это же чистая история про ресурс и ничего больше. Почему вы из этого социологию такую выстроили? А я выстроил социологию, потому что этот ресурс был обкатан. Что такое праймерис? Это обкатка ресурса. Это приручение ресурса и способы использования ресурса. И мы прекрасно понимаем, что то, что сейчас было в эскизе, будет на реальных выборах написано уже монументально и маслом. То есть, понятно, что персонажи будут, скорее всего, теми же самыми. И это те же самые персонажи, которые, по сути дела, вот эти вот сегодняшние, начавшиеся. Мы уже откровенно говорим, что это хроники репрессий сегодня. Они их будут поддерживать. Они будут делать все, разумеется, поддержат и церковь, которая тоже считает это своим долгом. Вот, кстати, вспомним чудесную инициативу церкви. Она была пару лет назад создана самым, наверное, умным идеологом РПЦ про рабов. Это же очень не случайная была инициатива. Ну, там, дословно цитирую. Главная проблема современного православия и, собственно говоря, России, раздался голос церкви, в том, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Ну, я бы не сказал, что Россия уж прям так совсем разучилась быть рабами, но то, что называется, некоторую квалификацию в этом вопросе утратила. Ее, вероятно, вернут. Ну, а дальше все будет по писаному. Война, там, кошмар, распад или распад, кошмар, война. Ну, я думаю, что распад – это еще самое оптимистичное из всех прогнозов для России. А потом все известно и понятно, орды никому не нужных бюджетников, обнищавшие правоохранители. Но вот картина будет все-таки… Но, кстати, вооруженные, Александр Глебович. Да, да, картина все равно будет иной, чем в 90-е годы, потому что на этот раз, на этот раз никто уже ничего не простит и никакого снисхождения, никакой гуманитарной помощи уже не будет. Вот не прилетит спасать рухнувшую в очередной раз Россию сотни американских самолетов с окорочками и лекарствами, с английскими теплыми вещами, не будет норвежских свитеров с медведями, ничего в этот раз не будет. И Новый Айвазовский уже не нарисует картину раздачи где-нибудь в Волхове с хаммеров продовольствия под американским флагом. Не будет этого, потому что в 90-е по своей серости и наивности Запад действительно полагал, что вот есть подлая КПСС, есть подлая КГБ, которая держит в рабстве и подчинении прекрасный и добрый народ. И что когда этот народ освобождается, надо делать все, чтобы у него была возможность освободиться. Это оказалось иллюзией. Вот тогда был железный занавес и всего в подробностях было не рассмотреть и в деталях, что там такое в СССР. А сейчас-то все же видно, как на ладони. И видно, что этот кошмар и генерирует, и поддерживает сам народ. И он формирует вот это вот из России агрессивное пугало. Ну а те, кто... Есть те, кто вычислили его это основное свойство и умело пользуются. То есть вот ликвидация очередного Сталина, очередного ЦК или очередного ЦК ничего не даст, потому что будет краткая кровопролитная перестройка. Потом самые жирные куски страны растащат по углам чекисты. Через несколько лет они окрепнут, выдвинут своего президента. И все начнется по новой, ну может быть, с чуть-чуть другим набором скреп. И все опять будут голосовать. Да вы оптимист, я гляжу. Послушай, я просто хочу сказать, что пусть люди понимают, что на самом деле вот те, кто будут там, не знаю, голосовать за единую Россию, будут голосовать за репрессии, за сроки, за пытки, за унижения, за слезы родных этих людей. Тот, кто будет голосовать там за партию Прилепина, он будет голосовать за войну и разруху. При том, что даже если, например, Единая Россия пролетит, что тоже не исключено, ничего не изменится, ничего не произойдет. Там четыре уровня защиты. Все функции Единой России немедленно перейдут, не важно, ЛДПР, коммунистам, прилипалам, справедливой России так называемой. И будут исполняться точно так же. Название партии – это всего-навсего имя официанта в ресторане власти. Это, ну, кличка лакея, который выносит горшок хозяина, полный пахучих указаний. И если этот лакей умрет или споткнется, то этот горшок вынесет другой лакей. Абсолютно точно таким же образом расчет гениален и прост. То есть проигрывает Единая Россия, ее функция обслуживания власти автоматически переходит ко всяким ЛДПРам, КПРФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова